Добрый день, ребята! Вот у нас следующая встреча. Садитесь поудобнее и будем слушать. Как кот стал котом Котофеичем, написала Серова. Был у бабушки серенький кот. Уж такой за котом был уход. Он был чистый, пушистый, пригожий. На большой одуванчик похожий. Смотрите, какой отъелся толстенький кот. Лежит себе, отдыхает. Всем был кот хоть куда, но ленивая беда. Спал он с утками, спал до одури. Цвет не видел такого лодыря, говорила коту хозяйка. Ах ты плут! Ах бездельник! Вставай-ка! По квартире носятся мышь. А ты преспокойно лежишь. И дети бабушка недовольны, что кот спит. А тут мышки бегают везде по квартире. И всё портят. Это не дело. Фыркал кот на старушке сердито. Я сибирский, я родовой. Я не то, что другие коты. И лежал целый день у плиты. А мыши совсем обнаглели. Все запасы у бабушки съели. И горох, и крупу, и муку. А кот лежал на боку. Смотрите, уже даже в сковородку залезли мышки. И здесь, и здесь. И сыр едят. У самого же кота. Всё кругом прогрызли. И сундучок, и мешки. Вот это да, не дело. Когда кот ничего не делает, лентяй. А мышки кругом бегают. Тут терпение бабушки лопнуло. И ногой бабушка топнула. Вон из дома ленивый зверь. И прогнала кота за дверь. Кот воскликнул. Имейте в виду. Беспризорным котам я иду. Ещё и угрожает кот. И побежал на улицу. Испугался. Во дворе он встретил суровых, облезлых котов дворовых. И сказал он им. Не хотите ли я буду у вас предварителем? Что в ответ зашипели коты? И поднялись грозно хвосты. Смотрите, все хвосты подняли, недовольны. Такой толстый и жирный кот и хочет предварителем быть. А они тут столько живут и должны ему подчиняться. Они возмутились. Были эти коты дворовые, не сибирские, но здоровые. И к тому же их было трое. Налетели они на героя. Поубавили ворсу. Да, позбавили форсу. И пустился герой на утек. И оставил. И остался совсем одинок. Смотрите. Поубавили ворсу. Это значит шерсть у него выдрали. Вон, полетели у него. Шерсть полетела в разные стороны. Налетели на него злые дворовые коты. И он убежал от них. И остался совсем один. То ли месяц прошел, то ли год. Отощал. Наш породистый кот перестал быть пушистым, пригожим. Стал на старую швабру похожим. В животе у кота пустота. А ведь жалко, пожалуй, кота. Да, пораздумал наш кот. И вот, он к бабушке снова идет. Видите, какой стал тоненький, худенький. Ничего толком не кушал. Не гоните, впустите бродягу. Пожалела старуха беднягу. Накормила его, обогрела. Отдохнул он часок и задела. Он догнал и поймал, и грызть. Восемнадцать прожорливых крыс. А мышей уничтожил без счета. Ах, и славная вышла охота. Вот какой резвый стал, голодный. Быстренько и крыс всех поймал. И мышек без счета. Обрадовалась бабушка. И теперь этот кот знаменитый. Но не тем, что такой родовитый. Знаменит он теперь, как работник. На мышей превосходный охотник. Ведь охотиться надо умельче. И дворовые злые коты Перед ним отпускают хвосты. И зовут его котом Котофеичем. Вот заслужил. Он за свою работу уважение. Смотрите, какой снова стал пушистый и толстенький. Хорошо кушает, мышек ловит. Всего вам доброго. И до следующей встречи. Подписывайтесь на канал. До свидания.